Череда стихийных бедствий охватила мир. В Пакистане в результате муссонных дождей и наводнений погибло около 300 человек, а в Новосибирской области ураган обесточил 15 населенных пунктов. Подробнее расскажет моя коллега Туран Мамедли. Туран, здравствуй. Тебе слово. Здравствуй, Лидия. Обо всем этом я сейчас подробно расскажу. Число погибших в результате наводнения в иранской провинции Фарс возросло до 11, сообщают местные СМИ. 13 человек числятся пропавшими без вести. Сперва заявилось о шести погибших и нескольких пострадавших. На данный момент число пострадавших составляет 55. Местные власти опасаются, что погибших и пострадавших может быть больше. Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинции Фарс вчера вечером. Наиболее пострадали окрестности города Эстех-Банат. Подводу в эти дни также ушли некоторые провинции Пакистана. Там число погибших в результате пятинедельных муссонных дождей и наводнений превысило 280 человек. С 14 июня в результате наводнений были повреждены Авдомагистрали, мосты и тысячи домов. Дожди затопили многие провинции. Пакистана, нарушив движение транспорта. Большинство разрушений и жертв были зарегистрированы в юго-западной провинции Блуджистан. Дожди также привели к жертвам и разрушениям на северо-западе, граничащем с Афганистаном, восточной провинции Пенджаб и южной провинции Синд. В Новосибирской области России произошел ураган, из-за которого отключилось электричество в жилых домах и общественных зданиях. Рабочие уже восстанавливают электроснабжение. Ветер достигал силы, при которых срывал крыши частных домов, ветки деревьев и опорные линии электропередач. Пострадала 71 трансформаторная подстанция, из-за чего отключилось электричество в 15 населенных пунктах. Суммарно там проживает около 2000 человек. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США НАСА показало снимки, на которых виды изменения уровня воды в американском озере Митт, крупнейшем водохранилище страны. Управление опубликовало снимки, раскрыв разрушительные последствия засухи в США, снижение уровня воды в озере до 27%. На кадрах можно заметить, что в 2020 году озеро и его притоки были заполнены лучше, чем два года спустя. Теперь часть притоков фактически превратились в высохшие трещины. На 18 июля озеро было заполнено только на 27%. Существенное падение уровня воды в озере связано с проблемой изменения климата. В результате снижения этого показателя в некоторых частях страны начались проблемы с выработкой энергии. А на облемших участках показался мусор, лежавший там несколько лет. Субтитры создавал DimaTorzok